Есть в нашем спортзале тренер, вот я его показываю, лица не видно, он с бородой, но очень приятный, симпатичный молодой человек, ему, наверное, до 30 лет, и он всегда одет в рубашку. Это такая рубашка, чаще всего это бывает поло, это очень элегантно. Вот такие запотевшие окна, кстати, видно, что погода хорошая, потому что морозец, голубое небо. Запотевшие окна у нас крайне редкое явление, ой, и видно, что они грязные, а все равно не буду мыть. Я обрабатываю крепкую нервную систему, не буду мыть. Но видно, что окна запотели, потому что дома на самом деле не жарко, но на улице вот сейчас к вечеру, и с вечера минус три будет, минус три вечером, не ночью, а на завтра утром минус семь. Это как, ну, это Сибирь, это французская Сибирь, если что. Но я все равно всегда, неважно, дождь, снег, холод или жара, даже в сильную жару, когда плюс 38, я все равно открываю окно, потому что я люблю вот воздух, именно чтобы воздух, даже когда он липкий, летом, жарко, жарко, камином пахнет, все равно открою. И сейчас, когда вот ожидается минус три вечера, ой, как красиво солнышко, такой золотой-золотистый дом, ой, как красиво, как я люблю это все, как немало нужно для момента счастья. Обожаю, обожаю на небо смотреть. В общем, окно я открываю. У нас дома в Маде сиди, всегда ругался папа, всегда маме говорил, посмотри 12-этажного дома, только у нас открытые окна. У нас то же самое, и поэтому я открываю всегда, когда мужа и дочки нет дома. Ну, и к тому же это и полезно, чтобы свежий воздух зашел, чтобы проветрить от всех химикатов, которые дома, от пыли, от того, что чихаем, кашлям, и т.д. и т.п. Ну, и красиво как!